Седьмого ноября. Банка Саундбар. Вечеринка в честь открытия портала. Масти Лайт, Блорет Супер Хироус, Электро Фаре, Стар Пау, Санман 24 и Тони Экспи. Елага, Кастел Рой, Зе Грейт Виллус, Атлантик Битс, Винал Слатс. Вот это новости. Как ни странно, но когда Люди моей страны Под ними перестал Играет кин в России и На стадионе том Даже кто-то встал И так спокойно и легко И то, что есть внутри Согрело бы весь мир Я сохранить хочу его Без мыслей нам ненужных Миг Когда я выбрал музыку Я был очень молодым И я совершенно не думал о том еще Как зарабатывать и где зарабатывать Просто горел музыкой И придумывал ее Сочинял, играл Когда пришло время поступать в университет Я даже не знал куда мне идти Соответственно Как у 80% наверное Родители выбрали куда идти И я пошел Потому что Даже не было вообще по барабану Надо было что-то выбрать Я и пошел Вот И по жизни я особо Серьезно не углубляюсь В какие-то другие вещи Кроме музыки Обнаружил новости Ну и потом эти появились Крутейшие события В жизни региональных Поселений Это направления Всякие да там Банды Банды формирования Рэперы, металлисты, гранжи И так далее Соответственно нас это тоже не обошло Это было круто Я был в пятом классе И круто себя причислять к какой-то банде Даже нет Я даже любил Я даже любил эту музыку Я был рэпером Я слышал У меня была любимая группа Анатиба Меча Ну я много что знал там Слушал А мой сосед сверху Был лютым металлистом Но он был постарше Он знал районы Где тусуются те или иные Короче Банды Знал как атрибутика И так далее У меня по поводу этого Он на меня натаскивал Несмотря На то что были в разных лагерях Я слышал рэп Он слышал Это И когда он пришел ко мне Включил нирвану На кассете Я говорю Что это за дед поет Фрикин Говорю выруби Нахуй что за дед Он такой Да нет Ты не понимаешь Он недавно типа скончался Там вся Америка плакала Ну короче Я тогда не вошел в нирвану Вот Но спустя пару лет Пара лет Мы с моим приятелем, корешем моим, с подачей его сестры послушали нирвану и просто уверились так, что она до сих пор не отпускает. Ну, как бы, уже естественно не то, но она повернула, как бы, да, в общем, понимание, вообще определила мою жизнь, ну, я так скажу, да, так будет правильнее сказать. Ну, с тех пор, как бы, а, причем до этого мне мама отправила, чтобы я не снялся по подъездам, мне мама отправила кружок гитары, который я благополучно проебывал, вот, и только послушал нирвану, я купил все эти, я сразу знал всю нирвану наизусть, ну, короче, пока сам не заходишь, ничего не будет. Вот, ну, естественно, были все эти продиджи и так далее, все эти направления крутые, которые ломали просто умы молодых людей, тем более, ну, вот эти все 90-е, да, революционные группы, которые были, я их все прошел. Очень люблю сленгу, просто обожаю его, блядь, ну, я считаю, это очень круто, и потому что многие слова русского языка, русский язык крутейший язык, бесспорно, лучший, но многие слова не отражают определенных моментов в жизни, так как отражает, ну, я не говорю мат, мат, конечно, безусловно. По поводу сленга, я очень много слышал на тот момент русского рэпа, и я подумал, а почему бы не использовать сленг в рок-музыке, в фанк-музыке, где можно петь и использовать, это круто, по-моему, и стал, и стал сочинять, и я думаю, почему бы мне не спеть, как будто, чтобы слушатель думал, что я с ним разговариваю, как-то. Да, что вот он слышит меня, как будто я с ним сейчас сижу и разговариваю, вот, и начал это делать, и это сразу же нашло, ну, нашло отклик, ну, потому что сила в простоте, наверное. Большое количество критики, я помню вот этот эфир на радио «Маяк», где там меня с Тилавин с какой-то бабой, которую никто не ебет давно, они меня просто сливали там. Ну, видно, что ему вкатывает там туда-сюда, блядь, но это его работа, вот это вот, народный продюсер, они там, он такой шоу, ну, как бы, ну, типа Пашу волю, он сливает там все, вот. Ну, плохо, но после этого эфира через год взорвал корж, блядь, с таким же подходом, в плане сленга и так далее. Вот, и пока не было коржа, мне постоянно сравнивали с каким-то нойзом, ну, конечно, если ты, если у тебя есть хип-хоп под гитарой, ты будешь нойзом по-любому. Если у кого-то прет, если у кого-то мурашки от этого, как ты ему не объясняешь, что, блядь, чувак, тут два аккорда, блядь, и тут нету никаких бриджей, тут вообще он не ебашит на семиструнной гитаре, он там, пиздец, он не ломает, он у него не джазовая школа, да ему похуй, у него есть мурашки, короче, и все. А против мурашек не попрешь, блядь, у него резонанс, он, блядь, его торкает, он идет, блядь, вот здесь у него, по-невскому, он идет и его вообще впирает там от Юры Шатунова, ну, что я ему скажу, блядь, послушай, там, Юра Шатунов вообще лох какой-то, нахуй ты его слушаешь, да? А ему заебись. Я считаю, что в любом направлении, если не нравится, все, иди нахуй, как бы, ну, зачем ты мне это говоришь? Я же не буду учить тебя. Ну, сейчас же идет, как бы, вторая холодная война, мерят с хуями, блядь, и заявляют о себе Путин, и Россия очень популярная, и постоянно на слуху, даже, знаете, странно, наша страна постоянно, и под эту, под эту лавочку ебануть, короче, чисто менталитетный шок попы. Ну, а что, что усырают? Это вот, кого надо, как бы, разряд клоунады. Клоунадой, чтобы взрывать, надо откровенно быть, ну, я не знаю, это, либо, чтобы ты был, чтобы ты был, ты верил в эту хуйню, ну, ты жил вот так вот, типа, ну, ты, ну, ты ущербный тип, короче, и, 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 и ты, короче, веришь, что ты делаешь круто, и вот такие взрывают. Ну, я писал об отношении на улице вообще, между людьми, писал о том, что люди, у нас, у нас все так плохо, потому что, ну, нет уважения элементарного человеческого друг к другу, в Европе это есть, как бы, какие бы они там, как бы их нихуесочили, ну, там это есть, отношения охуенные друг к другу, вот, а у нас нету, и каждый хочет наебать, и, это, за счет этого как-то свою жизнь продвинуть вперед, и из-за этого, и из-за этого нас имеет наше правительство, и, и весь, и, ну, вот, короче, не уважаем друг друга, тем самым не уважаем себя, нету, короче, целостности, и об этом есть, Хотя, вроде как, славились охуенное вот это вот товариществом, братством, да, я не знаю, кто прав, я не знаю, я знаю, что, не знаю, кто воюет на Украине, блядь, не знаю, кто там воюет. Я думаю, что там львиная доля военных, это просто чуваки, которые по найму хуярятся за деньги, которые, блядь, посетили кучу горячих точек, и они кроме войны не представляют своей жизни, им неинтересно на гражданке и так далее. Вот, и все, а, ну, естественно, войны делают какие-то люди, которым выгодно это, и они все спонсируются. Ну, и это было все, как бы, это просто травля и отмывание бабок, как обычно было. И выбирать не всегда везет Ориентир на дисконт Нас всех убьет Важно, чтобы всегда был заряжен ствол Но лишь один патрон в нем Все, что делаю я, забыл про сон